Друзья, сегодня предлагаю нам всем вместе на природе пособирать дикий шиповник, боярышник, терн, черноплодку и приготовить две совершенно беспроигрышные заготовки. Это осенний бальзам и концентрированный компот. Здравствуйте, друзья и гости канала! В первой половине сентября я решила съездить за терном, калиной, шиповником в наши заброшенные яблочные, яблоневые сады. Вот я смотрю, калина ещё твердовато. Нужно подождать, пока её ударит морозом. Тогда и соберу калины море. Так, что у нас тут есть? Кое-где яблоки. Вот смотрите, чёрная бузина уже, в принципе, готова для сбора. Я из чёрной бузины делаю вкусный сироп к десертам. Я об этом снимала ролик. Кому интересно, можете найти, посмотреть. Так, что тут у нас ещё есть? Дикий боярышник. И ещё не до конца зрелый. Так, рябинка тоже неплохая. Чуть попозже соберу. И хочу посмотреть, как тёрн. У нас здесь, в этих местах, довольно много тёрна. Вот такой вот мелкой, дикой сливы. О, тёрн уже. Сейчас попробую. Тёрн можно собирать. Вот таких вот небольших, я не знаю, как это назвать, кустик, дерево. Вот таких вот кустиков довольно много. Заодно посмотрю, может быть, где-то ещё есть грибы. Так, вот я вышла на такой не слишком обильный тёрн. Ну, в принципе, пойдёт. Он довольно крупный. Вот хочу пособирать тёрн. Да, вот дальше ещё есть. В принципе, вот этого мне на сегодня хватит. А потом хочу поискать шиповник. Шиповника здесь много. Но пока вот такой вот прям, какой я хочу, крупный и красный, я не встречала. Пока собирала тёрн, нашла маслёнок. Здесь недалеко сосна растёт. Вот. Ну, и, в общем, тары всегда не хватает, когда хожу за ягодой. Поэтому вот такой вот микс получается всего. По пути теперь подхожу и заглядываю под каждую встречную сосну. Но пока больше не везёт с маслёнком. Вот нашла ещё заросли тёрна. Нашла вот такой вот симпатичный кустик шиповника. Сейчас буду собирать. Кое-где на яблонях висят вот такие вот очаровательные яблоки. Как правило, они такие... Ой, у меня аж горло перехватило заранее. Как правило, они горьковато-такие, сладковато-пресные. Да, это так. И, наконец-то, я вышла на своё любимое дерево. Боярышник, который с очень крупными плодами. Он такой, знаете, как садовый. С сладковатыми ягодами. И я всегда к нему приезжаю, собираю его. Вот. Кроме меня о нём многие знают. Но поскольку оно большое, то хватает всем. Вот сейчас тоже буду собирать. Я смотрю, оно ещё не очень зрелое. Ягоды ещё не абсолютно зрелые. Но всё равно нормально. По дороге к шиповнику встретила вот такую вот полянку с подберёзовиками. У нас дождь был примерно неделю назад. И стоит, продолжает стоять сушь. Но вот в этом месте, вот на вот такой вот прогалине, между двумя лесополосами, много подберёзовиков. Так, сейчас посмотрю, в каком они состоянии. Я не люблю собирать ножки. Я обычно рву только шапочки. Смотрите, замечательные. Даже ножка не червивая. Вот что значит, похолодало немного. Пока собирала подберёзовики, набрела на вот такой вот довольно неплохой куст черноплодки. Друзья, для приготовления осеннего бальзама, который идёт просто на ура. Он абсолютно беспроигрышный. Я воспользуюсь шиповником, боярышником, тёрном. Черноплодку не буду добавлять. От неё немножко рисковатый появляется привкус. И ещё я собрала для бальзама последние травы, Которые цветут на лугу и в моём саду. На лугу я нашла доцветающий клевер. Мне понравилось его добавлять. Остальное в саду. В саду душицу. Потом доцветающую мяту. Её совсем мало. И цветы ноготка. На дно банки я всегда кладу цветы. Количество на ваше усмотрение. Но мне показалось, что не меньше пятой части. Дальше, опять же, на своё усмотрение, Вы добавляете боярышника. Шиповника. У меня в основном акцент на шиповник. То есть, вот я его стараюсь добавлять больше всего. Цвет придаёт тёрн. Ну и такой мягкий фруктовый привкус. А он ещё немножко густоту даёт. Так. И вот эту вот доверху засыпанную банку я заливаю, ну вот, тем, что у меня есть алкогольного. Или водкой, или самогонкой, или коньяком. И напоследок немного на ваше усмотрение сахара или мёда. Через месяц осенний бальзам будет готов. Я ещё хочу сказать, что заглядывайте периодически в эту банку, потому что если тёрн или, предположим, шиповник у Вас суховаты, они могут впитывать алкоголь. И может так получиться, что сверху у Вас ягода через какое-то время будет не покрыта алкоголем, и Вам нужно будет немножко добавить. Подписываем, конечно. Я люблю подписывать на малярный скотч. И убираем в тёплое, тёмное место. Вторая, такая же беспроигрышная заготовка, это концентрированный компот из вот этих вот диких ягод. Давайте вместе приготовим концентрированный компот. Значит, при приготовлении этого компота нет правил. Единственное, я люблю насыпать ягоды примерно, ну, или чуть выше половины, или на две трети банки. Почему банка маленькая? У меня закончились большие, у меня остались только литровые. Ну, и вот пропорционально засыпаем её разной ягодой. Вот, и обязательно надо немножко подсластить. Хотите, подсластите сахаром, но я больше люблю мёдом. Опять же, сахара, ну, сладости на Ваше усмотрение. Мне вот как-то так хватит. Дальше заливаем всё это кипятком. Закрываем крышкой. И смотрите дальше сами. Нам нужно какое-то время попрогревать эту смесь, потому что эта ягода довольно медленно экстрагирует. Вы можете или на водяной бане минут 10-20 попрогревать. А я больше люблю в духовке на противне. Чтобы банка не лопнула, я на противень кладу картонку. Вот, и ставлю в духовку, у меня электрическая духовка, на нижний нагрев при 100 градусах где-то, ну, минут 20. И оставляю в духовке до остывания духовки. И потом достаю, и вот эта заготовка, она прекрасно хранится. Столько, сколько нужно. И после остывания духовки цвет становится вот такой вот. То есть фрукты экстрагируют. Если вам сейчас немного, скажем так, некогда этим заниматься, то вы можете вот эти смеси разложить по полиэтиленовым пакетам и заморозить, ну, положить в морозилку. И потом зимой доставать и бросать в кипящую воду и оставлять до остывания этой воды. Будет, собственно, тоже хороший компотик. Друзья, ну вот мы с вами сделали бальзам, сделали компот. Всего вам доброго! Готовьте! Пока-пока!